Всем привет! Здравствуйте, наши дорогие зрители! Рады приветствовать вас на нашем канале сегодня. Будет очень интересное видео сегодня у нас. Такой день, выходной день, я бы сказала, нашей семьи. Как всегда, насыщенный. Так что приятного вам просмотра. Постаралась сократить видео, чтобы вам было комфортно смотреть, чтобы оно было не очень затянутое. И надеюсь, вам понравится. Что там? Димушка, зима к нам пришла? Да, зима, зима. Утро начинается, дети просыпаются. Да, Нюр? Путисон у нас так и лежит. Что там интересного, Алеш? Кася! Кася! Лука! Кася! Скоро, знаете, что будет? Скоро будет мороз, на стеклах узоры рисовать, да? Когда будет сильный мороз. Хочу вам показать, дорогие мои. У меня есть знакомая, которая печет хлеб с женой. Вот она мне дала закваску в банке. Я ее кормила каждый день. И она у нас выросла вот какая, видите, такими пупырышками там. Вот так вот она мне дала. Я ее каждый день кормила ржаной мукой, добавляла водичку. Она выросла, выросла, вон какая. И хочу попробовать испечь сегодня хлебушек ржаной закваски. Сейчас я вам покажу, как я ее буду кормить. Опять сегодня покормлю. И попробуем испечь домашний ржаной хлеб. Нашей закваске я даже уже дала имя. Ее зовут Дуся. Вот Дуся у нас кушает каждый день 3 ложки ржаной муки. И примерно столько же воды. Воды нужно столько, чтобы когда вы мешаете, она была вот как густая сметана. Но если мало 3 ложки, значит, надо еще чуть-чуть подбавить. И прям вот размешайте хорошо-хорошо, чтобы она такая была одной консистенции. И вот как густая сметана. Вот это будет хорошая закваска. Как-то давно, когда у нас было четверо или пятеро деток, мы пекли через день хлеб свой. Вот в хлебопечке. Сначала пекли на дрожжах. Потом муж принес с работы, ему кто-то тоже дал. Закваску. И мы пекли на закваске хлебушек. Было очень вкусно. Но потом как-то лень матушка меня одолела. И я так это дело задвинула. Хотя хлеб был вообще несказанно вкусный. Ну а пока я готовлю, как обычно, наш завтрак. Вы уже все знаете. Это у нас каша, бутербродики, чаек. Ну, в общем, кто что пожелает. Все я для них делаю, для деток моих. Вообще, печь хлеб, это, наверное, дело привычки. То есть, если ты уже привыкаешь, как в магазин пойти купить, точно так же вот с вечера поставить хлеб. И наутро у тебя будет уже свеженькая буханочка от твоего домашнего полезного хлебушка. Может быть, надо просто себя уговорить, и будет у тебя такая привычка. На самом деле, закваска, она вообще такая, ну, неприхотливая. Вот со мной поделилась подружка моя. Она сказала ее кормить обязательно каждый день, чтобы она выросла, и потом уже от нее можно взять будет на хлеб. Вот теперь я от нее взяла. Опять я ее покормлю, покормлю два денечка, и опять можно будет печь хлебушек. Будет пробовать, как я уже говорила, разные рецепты, и с вами делиться. Может быть, кто-то со мной поделится каким-то своим опытом по приготовлению хлеба. Выбираю я печь в хлебопечке, потому что мне это проще, мне это удобней. Я знаю, что многие пекут в духовке, но как-то у меня с духовкой не заладилось и с хлебом. Всякие куличи я могу печь, но не хлеб. Поэтому пеку я в хлебопечке, а она на то и хлебопечка. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok А вот и завтрак у нас наступил. Я все приготовила. Детки сейчас будут завтракать. Все позавтракали уже? Нет. Нет, ты чего хочешь? Дорогие друзья, мы приехали в магазин «Молодая гвардия». Хочу купить учебники для музыкальной школы. Ну и какие-нибудь еще книжечки сейчас можем посмотрим детишкам. Что-нибудь интересненькое. Ну вот, муж выбрал себе английский алфавит будет учить. И математику уж все классно. А я вот решила вам показать книжку, которая нам понравилась с мужем. Мы хотим взять такую Алешу. Книжка про динозавров. Я такой не видела. Посмотрите, как интересно так двигается. Видите, да? Опа! Класс, да? Вот такая интересная книжка. Тут открывается все. Хочу такую вот взять Алешке. Красивая. А у нас новая обновочка. У Алешечки вот такой комбинезончик. Взяли ему Реймочку. Она у нас самая теплая. Три звездочки или снежинки, как это говорится. Видите, она до минус 30. Такая пуховая она. Ну вот, сомневались. Отойди-ка подальше, Алеш. Сомневались с размерчиком. Но мне кажется, такой вот как раз размер. Ну-ка, Алеш, подальше отойди. Да. Вот, да. В ногах вроде нормально. У нас штрипочки все как раз. Да, ну-ка капюшончик одень, Алешка. Вот какой сладун. Еще один. А ручки вперед вытяни. Вот, ну нет, хорошо. Мы думали побольше взять. Нет, будет больше, наверное, великоват. Вот это то, что надо. А присядь-ка, Алеш, присядь. Удобно тебе? Да. Ну и хорошо тогда. Ну вот, так что вот такие дела у нас. Дорогие мои друзья, вот у меня такая хлебопечка. Она небольшая. В нее вставляется форма. Сейчас я ее вставлю. Видите, здесь вот табло, на котором все понятно. Вот режимы разные. Можно выбрать какой хочешь режим. Я обычно пеку вот на этом. Основной режим. Он самый долгий. Еще можно делать джем, тесто. Но вот это я ничего не делала. Я вот обычно только хлеб тут пеку. Вот, так что сейчас с вами попробуем замесить тесто и сделать. Так, кто будет сметаной? Я. Леш, может сметану? Я тоже. Дикольная. Давай. Ты на череду. Смотрите, я думаю, что она меняла. Леш, сметану? Леш, сметану? Леш, сметану. Леш, сметану. Пока моя семья обедает, буду сейчас делать тесто для нашего хлебушка. Надеюсь, к полднику он у нас поспеет. Итак, вот моя форма для хлеба. Такая квадратная. У меня еще есть круглая. Ну, вот я сегодня решила из квадратной сделать. Берем одно яичко. Берем и соль. Значит, вот у меня мерный стакан. Здесь муки. Это мука пшеничная. Есть у меня льняная мука. Овсяная мука. И, конечно, вот она наша заквасочка. Видите, какая уже она подросла. Бля, целый банк уже. Вот молодец какой. Садись скорее. Умничка. Как ты хорошо оделся. Садись, вырезай, давай. Еще у меня есть кориандр. Вот, думаю, тоже добавлю его. Посмотрим, что за хлеб получится у нас. Еще я добавляю сливочное масло. Ну, и, конечно, нам нужно будет 400-500 миллилитров воды. Так что, поехали, ребята. Так, воды у нас надо 300 миллилитров. Ну, вот я в кувшине поставила. Сейчас буду подливать. Увидите все. Я сначала кладу жидкие ингредиенты в форму. А потом уже всю муку, соль, сахар засыпаю. Сейчас я это яйцо разобью. Пусть оно там плавает. Вот так мы это сделаем. Дальше, наверное, положу закваску. Потому что закваску надо смешивать как раз с яйцом. Вот видите, какая закваска у нас получилась. Такая густая, как густая сметана. Ее я положу где-то в пол баночки. Обязательно надо деревянной ложкой мешать. И туда залезать только деревянной ложкой надо. Все-таки, почему-то мне сказали, что не надо железными ложками. Но я вот выделила деревянную ложечку, чтобы это все делать деревянной ложкой. Вот столько кладут-то закваски. Сейчас нальют до водички, как бы чтобы она... Сейчас я вам покажу. Вот. Сегодня я уже закваску кормила вместе с вами. Поэтому оставляю ее до завтра голодной. Закрываю я закваску вот таким целлофанчиком. Мне сказали, что ее надо закрывать целлофаном. В котором дырочки я вилкой сделала. Дырочки. И вот видите, вот так вот берем резиночки. Конечно, можно придумать крышку какую-то. Но я просто чуть до этого не дошла. Как это все придумать. Красивую баночку, все дела. И ставим ее в темное место. Сейчас я уже наверху уберу. В темное место. И тепло, чтобы было. Вот так мы закваску делали. Значит так. 300 миллилитров воды у меня получается вот в этой кружке. Сейчас я... Вот, значит, мы налили воды. И вот туда, в эту воду сейчас будем наливать в нашу заквасочку. Сейчас я вам покажу. Вот сюда. Вот видите, там яичко у нас и закваска. Мы берем туда воды, наливаем. Сейчас мы это дело подмешаем нашей ложечкой. Аккуратненько, аккуратненько. Можно, кстати, хлеб печь на молоке тоже. Вот я чуть-чуть размешала, буквально, чтобы вот она размешалась там. Потом я кладу чуть-чуть масла сливочного. Ну, так хватит. Где-то столовая ложка, примерно. Дальше у нас пойдет с вами мука. Муки нам надо в общей сложности 500 грамм. Вот, видите, 500 грамм. Значит, в большинстве это должна быть пшеничная мука. Допустим, 300 грамм пшеничной. Вот, получилось у меня чуть-чуть побольше, чем 300 грамм пшеничной муки. И дальше у нас пойдет с вами льняная. Льняная, она очень такая жесткая мука. Ее совсем вообще чуть-чуть, даже, наверное, 50 грамм я бы добавила. Ну, просто для интереса, что это такое получится. И добавлю овсяной муки. Ну, овсяная, она такая мягкая, хорошая. Сейчас мы ее сюда и добавим. Чтобы в общей сложности 500 грамм получилось. Ну-ка, сколько у нас там уже получается, дорогие мои? Мне еще мало. Сейчас еще. Сюда забубеним это все дело. О! О! О, 500 грамм. Глаз-алмаз просто, видите? Тут у меня получилась такая красота. Пшеничная, льняная, овсяная. Это дело мы все засыпаем в нашу коробочку. Так. Это нам уже не надо. Вот так закрываем нашу муку. Дальше у нас пойдет соль. Ой, как бы немного было. Вот так вот, я думаю, с десертной ложкой. Вот так солим. И сахар. Надо обязательно положить сахар, чтобы он был не кислый какой-то. Ложечка. Я положу таких две. Две десертные ложки. Сахарочка. Это для буханки. Это для буханки 900 грамм. Ну, вот такая вот штука получилась. Сейчас я поставлю в хлебопечку и покажу, что она будет делать с этим совсем. Вот так ставим. Туда ее крышечкой закрываем. Здесь выбираем режим. Вот тут мы выбираем режим второй. Ну, вот второй из непросеянной муки. Я сейчас не просеивала. Давайте пусть будет из непросеянной муки. Дальше цвет корочки у нас средний. Вот тут стрелочка стоит. Видно вам, товарищи мои? Сейчас, секундочку. Вот. Средний. И вес 900 грамм. Вот тут два варианта. Вот у нас будет 900 грамм. Вот средний этот. И нажимаем старт. Все. Поехала баня. Смотрите, что у нас тут происходит. Она начинает мешать. Сама, видите, хлебопечка мешает, замешивает тесто. Единственное, что потом... Ну, я потом вам покажу. Кориандр добавляем. Она пропищит два раза, когда уже тесто будет готово, будет подниматься. Она пропищит два раза, и надо будет посыпать, чем хотите. Вот я посыплю кориандром. Можно кунжут добавлять, можно что угодно. Тмин, что хотите добавлять. Получается очень вкусный. Ну, а детки мои уже покушали, пока я вам тут показывала наш хлеб. Детки поели, разбежались, оставили мне всю красоту на столе. Сейчас быстро это все помою, уберу. Ну, а дальше уже там с хлебушком я вам буду пошагово показывать, что там с ним происходит в этой хлебопечке. Это неудобно и это неудобно, и вы уже для себя решите. Как видите, уже прошло два часа, и сейчас я вам покажу, какой там колобочек получился. Он у нас все время прилипает к одной или к другой стороне. Ну, открывать вообще нельзя, но вам быстренько покажу. Надеюсь, увидите. Так, дорогие мои, хлебушек наш уже допекся в хлебопечке. Сейчас ее выключу. И вот сюда мы ее поставим, чтобы вам было виднее, что у нас получилось, как говорится. Что у нас получилось? Так, открываем хлебопечку. Ой, хлебушек наш не поднялся. Отойди-ка, Лука, подожди, стой. А то горячее. Сейчас мы его отнимем. Дай-ка, приклад, что нет. Вот такой малыш получился. Не знаю, что с ним не так. Смотрите, какой маленький получился. Ну, это ржаной хлеб, может, там же тяжелое тесто. Он не поднялся. Сейчас я его порежу, и мы с вами посмотрим, что у нас за хлеб, чтобы получился. Он уже постоял, он, в принципе, не сильно даже горел. О, хлеб очень плотный. Смотрите, какой. Сейчас я его вот так еще порежу. Что-то посмотреть, как он там пропекся, нет. Ну, вот смотрите, вот такой хлеб, мне кажется, что-то, может, я не так сделала. Хотя хлеб очень вкусный. Знаете, я такой хлеб покупала, мне кажется, где-то в Сергееве посадил. Такой плотный-плотный. Но это ржаная мука, мне кажется. Может, я дали не ноль, что долбануло много. Но вкусный хлеб такой. Попробую еще сделать просто из пшеничной муки. Кориандра я не стала добавлять, потому что я подумала, что если детям попадется, они не будут. Поэтому решила сделать без кориандра. Вот куплю кунжут и сделаю на пшеничной муке с кунжутом. Может, мне ваш тогда будет вкусненько. Ну, а так получилось. Вот такой клобочек маленький. Он такой очень плотный. Поскольку он горячий, наверное, он вот такой вот еще. Как слипся, что ли. Ну, первый блинком. Хотя вкусно. С маслицем сливочным, будто вообще зашибись. Вот так и испекла хлеб, называется. Деток уже успела положить спать. Они, конечно, еще не уснули. Я поставила сюда сушилку для порядка, чтобы слушать, что у них там в комнате происходит. А сама, думаю, быстренько повешу белье. Как раз постиралась школьная форма. Штанишки, платьишки всякие. Вот еще хотела показать вам, как я вешаю боди детские. Вот так беру, хоп, на застежечку. И оно тогда меньше места занимает. Это такой секретик. Вот, обычно белье я вот так встряхиваю, чтобы оно не было сильно мятым. Тогда оно гладится легче. Ну, а так, как обычно, как и все, я вешаю белье. Ничего особенного. Еще хотела вам рассказать, что когда у нас рождается младенец, мы никогда не используем ванночку детскую. Мы всегда купаем сразу по максимуму в ванне в большой. Там ему и просторнее, и у ребенка тогда меньше вероятно, что будет тонус. Он сразу там начинает ручками, ножками во все стороны колотить, начинает брызгаться, плескаться. Прям уже маленький новорожден, и он начинает руками и ногами дрыгать. Очень смешно получается, как лягушонок такой. Вот эти все ванночки, они, конечно, сковывают движение. Конечно, легче в ванночке, наверное, купать, потому что туда я его положила, все. Тут-то надо его на ручках держать. Это, конечно, маме очень тяжело после родов, потому что будет болеть спина, наверное. У меня первые дни купает муж, потому что мне сложновато после родов сразу его вот так вот купать. Ну, а потом уже я купаю. Мне прям очень нравится, когда малыши, они такие смешные, как лягушата в этой ванне. В ванну мы добавляем ромашку. Я завариваю все 10 пакетиков в ковшике, и потом выливаю это в ванну. Вместо марганцовки всякой я вот в ромашке купаю. Первый, наверное, месяц. А потом он уже, наверное, большой становится, и все. И уже в ромашке мы его не купаем. Субтитры сделал DimaTorzok Вы представляете, что я обнаружила? Это белый воротничок. Как он сюда попал в темное белье, я даже не поняла. Но, слава богу, он не покрасился. Курточку я решила повесить на дверь. Она так быстрее высохнет, и не займет много места на сушилке. Мои детки все уснули. Хочу сегодня пополнить, восполнить наши запасы. Так, вот что у нас есть вишено. У нас есть линис. Так. А, и муку я хотела досыпать. Поехали! Вот засыпала те крупы, что были у меня. Что-то у меня не хватило вермишели и риса. Надо срочно пополнить запасы. Что-то я проворонила это дело. Надо докупить и засыпать. Сейчас еще хочу протереть эту полочку, а то что-то она уже совсем запылилась. Эти наши фигурки прекрасно убрать. Вот так вот. И быстренько ее протереть. Обычно у меня наоборот очень много всяких запасов. Я такой человек-коробочка. Мне всегда надо, чтобы у меня стояло в закромах родины, чтобы у меня там был запас. Если хлорка, то бутылок пять должно быть. Если макароны, рис, это все должно по пять-шесть пачек храниться. А сахар, так это вообще мы блоками обычно покупаем на лето. А перед летом мы брали, сколько же мы посчитали с мужем, мы взяли 10 блоков по 10-100 кг сахара. Поэтому мы взяли. Продолжение следует... Только я решила попить чай. Ко мне пришел наш каракуз. Вот такой сладкий. Смотрите на него. Смотрите, какое у него розовое пузо. Да это мой кузан. Мой кузан. Эти складуны, смотрите. Ну ладно, он худой, худой. Как кипарис. Нет, конечно, не толстый он у меня. Ну, малыш, что ты хочешь? Попрошайничать. Он кушать просит. Мы его подкармливаем, знаете, чем? Консервами для щенков. Нам посоветовали вот такие консервы мягкие. Вот. Я его не дам корму, а он опять кушать. Сейчас я положу. Давай, сейчас положу. Вот такая мисочка. Она чистая. Вот его консерва. Вот такой фермы Беркли. Не знаю уж, кто о ней что скажет. Но нам она показалась хорошей. Чуточек положим. Его нельзя единственное перекармливать, нам сказать. Поэтому мы ему даем по чуть-чуть. Буквально по чуть-чуть вообще даем ему. Это еще тот обжор. Он же ему банку положил, он все съест, да? Да, молочи. Я ее на ночь убираю в холодильник. Не переживай, что она у меня используется. Просто вот сейчас достала я заранее, чтобы она немножко была теплее. Вот так помну, помну. И даю нашему красавцу. Ну, пока он кушает, я могу чай попить спокойно. Тут у меня масло лежит размораживаться. Мы обычно покупаем много масла сразу. И замораживаем его. Берем мы его когда какая-нибудь акция или еще что-то. Мы раньше не покупали финское масло. Сейчас границы закрыты. Без финского масла живем. Вот. И покупаем по акции масло сливочное. Сразу там в несколько коробок замораживаем его. И кушаем спокойно. Потом берешь, достаешь и размораживаешь. Всегда есть сливочное масло. Просили меня поделиться какими-нибудь секретами экономии многодетных. Я не знаю. Скоро у нас будет большая закупка продуктов. Поэтому, наверное, на ней я вам все расскажу. Ну, а на сегодня, пока мой пупсик не доел, буду с вами прощаться. Спасибо большое, что вы с нами были. Что посмотрели наше видео. Надеюсь, вам было интересно. Вот. Ну, а мы всегда вас очень рады видеть. Так что заходите. Мишу попробовать черный хлеб с маслицем. Знаете, необычно, но вкусненько. Такой. Он очень плотный. Знаете, скорее всего, из льняной муки. Вот смотрите. Вот видите. То есть он не потому, что он не пропеченный. В принципе, нормально пропеченный. Но он очень плотный. Поэтому даже не знаю этот. Наверное, я больше такой не буду печь. Буду просто из пшеничной муки и ржаной. Вот так. Пока все спят. Решили хранить поле пальто. Сейчас я посмотрю, как оно выглядит. О, шикарное пальтише, но пальто шикарное. Мне это очень нравится. Даже с капюшоном вот так вот. Смотрите, руковод классный. Какие. Видите, манжет какой классный. Очень классный путь. Себе теперь такой хочу. Мне оно так прям понравилось. Обсорить путь. Хоть танцуй, хоть клеши. Очень классный пальто. Есть, наверное, такое теное. Теное блестящее, а матовое. В общем, я влюбилась. Дочке я же не заберу. Хотя она у меня все забирает. Вот. Это у нее размер Илька. Я, наверное, себе возьму Ильку. Мне больше нравится, когда приталена. А Ель нравится просторненькая. Так что вот такая вот мать у нее. Хорошо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...